Октябрь месяц 1941 года был одним из тяжелейших месяцев в обороне Москвы. В 2018 самолёты вылетов совершили фашистские бомбардировщики на Москву. 27 октября 1941 года 177 полку была поставлена задача разведать и уничтожить аэродром Подскока, с которого фашистские бомбардировщики летали на бомбёжке. Было поднято два звена. Нижняя группа на высоте 1200-1500 метров, которую возглавлял Виктор Васильевич Толлихин, шла на самолётах МиГ-3. Сверху на высоте 2500 метров их прикрывало звено под командованием Тяпина. Ведомым был Александр Дмитриевич Пченевский. При подлёте в Каменке для разворота на бомбёжку аэродрома из-за леса на бреющем полёте три фашистских мессершмитта шли на перерез в группе Виктора Васильевича Толлихина. Отец заметил и сообщил Тяпину о том, что фашисты готовятся к атаке. Тяпинат дал приказ строй не нарушать, выполнять боевую задачу. В это время мессершмитты подняли свои носы и скабрировали, сосредоточили огонь на ведущем самолёте Виктора Васильевича Толлихина. Шесть очередей прошили самолёт. Лёгкий дым вырвался из моторного отсека и самолёт пошёл на снижение. Как и рассказывал мой отец, самолёт снижался управляемо. Выпустил шасси, выбирал площадку для посадки и сел недалеко от деревни Лопатина. Дым усиливался, но наши лётчики, зная, что раз самолёт посажен, значит лётчик ранен, полетели дальше выполнять боевую задачу. Вечером с начальником штаба капитаном Тарана, мой отец на самолёт Ту-2, прилетели на место посадки самолёта Виктора Васильевича. Открыв кабину, увидели, что Толлихин обгорел по пояс. С правой части лба из-под шлема были струи запекшейся крови. Когда его вытащили и сняли шлем, на правой части лба была рана от осколка фашистского снаряда. Видимо, Виктор Васильевич Толлихин был ранен и, теряя сознание, всё-таки довёл самолёт до посадки. Жаль, что ни один житель деревни Лопатина не подбежал к самолёту, не вытащил его. Может быть, жизнь Виктора Васильевича Толлихина была бы спасена. Так погиб герой Советского Союза, совершивший один из первых ночных таранов, Виктор Васильевич Толлихин. Сослуживцы жестоко отомстили фашистам за его гибель. Только в этот день четверо лётчиков, с которыми Виктор Васильевич начинал свою службу в 177-м полку, сбили три мессершмита. И пошли к командованию с рапортами, чтобы эти сбитые мессершмиты были зачислены на счёт Виктора Васильевича Толлихина. Виктор Васильевич Толлихин Который во мне сидит и зрёт на мне додоел.